Добрый день! Я врач-фитотерапевт Борис Качко и сегодня вы узнаете, как правильно мариновать мясо под шашлык для здоровья. Какой пикник или поездка на дачу обходится без шашлычка, однако вкусный и здоровый шашлык – это не синоним. Как сохранить вкус и нанести вред здоровью? Огромное значение принадлежит маринованию мяса. Что придает вкус исходному продукту для шашлыка? Особенности обмена веществ и накопления в нем конечных продуктов жизнедеятельности, или как их по-иному называют «шлаки обмена веществ». Какой вкус имеет продукт животного происхождения без шлаков? Это вкус яичного белка. Как часто готовят шашлык из яиц? Мне такие случаи, по крайней мере, неизвестны. Как освободить мясо от избытка белковых шлаков? Предварительным вымачиванием. Вернее, высаливанием и высахариванием. Для этого вы режете исходный продукт на небольшие кусочки, щедро обрабатываете смесью поваренной соли и сахара в пропорции 3 к 1 и оставляете под гнетом в умеренном прохладном месте на несколько часов. Что дает шашлыку соль? За счет осмоса активно удаляет из мяса клеточный сок. Что дает шашлыку сахар? Не только помогает соли удалять из мяса клеточный сок, но и не дает возможности размножаться на будущем шашлычке патогенным микроорганизмом. Самая главная задача такой обработки – продукт должен дать обильный сок, в котором окажутся те самые шлаки, а также другие вредные для здоровья вещества, от которых вы мясо легко избавите, прополоснув в обычной воде. И заготовка под здоровый шашлык готова. Как же сделать здоровый шашлык вкусным и сочным? Чтобы сделать шашлык более сочным, вам понадобится сухое вино и репчатый лук. Сначала подготовленное мясо нужно обработать вином, а потом слоями переложить с порезанными кольцами луком. Как сделать здоровый шашлык более вкусным? Для этого вам понадобится свежая ароматная зелень. Не сухие пряности, а именно свежая зелень укропа, кинзы, петрушки, сельдерея, которой нужно густо переложить мясо. А перед приготовлением зелень удаляют. В то время как сухие пряности начинают гореть, снабжая мясо далеко не самыми полезными для здоровья компонентами. Их потом очень сложно удалить, как и жирные соусы типа майонеза, которые также часто используют при мариновании мяса. А сгоревший жир или пряности далеко не кулинарный шедевр. Теперь вы знаете, как не просто замариновать мясо под вкусный и полезный шашлык. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова